добрый день любители радиоуправляемых моделей здравствуйте идем мы с вами по плану как и обещали пришло время сборки радиоуправляемой модели yunkers и 87 для малышей мы модель собрали она полетела и полетела неплохо так что радиоуправляемая модель тоже должна быть в хороших летных качествах не обделена сегодня по плану сборка фюзеляжа каркас силовой это уже традиционно заложено очень много ребята получилось шпангоутов очень много получилось деталей для 1 для моделей одномоторных это лидер в своем классе ну и конечно же силовая установка что будут останавливаться на модель аккумулятора все это алексей сегодня подробно расскажет и посмотрим что же у нас будет получаться но те кто ждал кто верил что эта модель будет нас на канале ставьте лайки поддерживайте нас и пишите комментарии где бы вы еще модели хотели собрать не будем затягивать время начинаем давай приступим приступаем к сборке радиоуправляемой модели одномоторного немецкого бомбардировщика и 87 модель будет размахом метр десять об этом мы уже говорили несмотря на то что мы стараемся одномоторные модели удерживать в масштабе 1 10 для конкретно юнкерса с его размахом 14 метров такой масштаб получился бы слишком габаритным поэтому решили ограничиться размахом метр десять примерно он будет соответствовать нашему первому ил-2 тот который получился еще большего размера чем задумывался изначально и как раз вот эти два самолета будут примерно в одном масштабе в одном размере самолет достаточно сложный по конструкции очень много деталей как уже говорилось я бы дал ему 66 с половиной баллов в десятибалльной шкале в плане сложности сборки как он полетит конечно будем смотреть но надеюсь что все в этом плане будет у него нормально по силовой установке по своему опыту могу сказать что для моделей подобного масштаба мотор 22 12 уже слабоват взлететь на нем можно но приходится держать модель постоянно на полный газ поэтому я рекомендую сразу рассчитывать на моторы класса 22 16 22 17 соответственно чтобы запасом иметь мощность регуляторы регуляторы 40 ампер на такую модель тоже будем закладывать изначально но сервомашинки стандартные сг-90 здесь их вот более чем достаточно по количеству если вы делаете модель просто для полетов и никакого дополнительного оборудования на ней стоять не будет хватит четырех штук это самый минимум если вы будете делать скажем держатели для бомб тот на каждый держатель соответственно еще по одной машинке придется добавить также сразу скажу что закрылков на этой модели не будет не будем уже усложнять конструкцию все-таки это не такой серьезный размер чтобы на этом особо заморачиваться и крыло будет несколько упрощено относительно прототипа и вернемся к электронике и вообще к оборудованию этой модели винт и будет зависеть от оборотов двигателя но если вы устанавливаете двигатель в районе 950 тысячи оборотов на вольт то винт 10 на 6 будет самым оптимальным вариантом аккумулятор я считаю здесь будет оптимальным 1300 1800 миллиампер более тяжелые 2 200 такой самолет тоже поднимет но это уже лишний вес так что тут уже решать вам стоит перегружать самолет или нет ну и конечно же облет покажет на что эта модель способна шасси на этой модели неубираемые как и у прототипа копийные копийный размер колес 75 миллиметров в принципе можно поставить колеса меньшего размера но если хотите чтобы модель смотрелось более оригинально более близко к прототипу нужно будет искать колеса на 75 миллиметров но небольшой толщины потому что сами вот эти колпаки обтекатели основных стоек нам не позволит сделать их слишком широкими иначе модель просто не будет смотреться колеса должны быть большие но тонкие вот такая комплектация для этого самолета планируется но мы переходим непосредственно к сборке и здесь у нас будут свои нюансы модель разделена на две секции носовой носовой отдел это батарейный отсек крепление двигателя и хвостовая часть все от кабины пилота и до хвоста и если хвостовая часть собирается в общем то мало отличаясь от других наших моделей то вот с носом с носовой секцией тут придется поработать она посложнее немного чем на других самолетах подобного плана и порядок сборки здесь тоже несколько будет отличаться основой носовой секции будет вот эта рамочка это полик батарейного отсека и именно с него начинаем работу к нему приклеиваем шпангоуты как видите здесь нет сразу крепление под ремешок под батарею дело в том что мы не знаем балансировку этого самолета куда нужно будет устанавливать аккумулятор либо в самый нос его придется задвинуть может быть ближе к крылу поставить придется все-таки мотор тут не самый легкий будет стоять поэтому принято решение сделать крепление аккумулятора подвижным как мы ставили на яг-3 на ла-7 наклонная платформа которая к тому же позволяет сохранить батарею при аварии просто аккумулятор выходит из модели наверх и на двигатель который кстати будет устанавливаться внутри корпуса самолета в этом случае батарея не наткнется еще про мотор дополнение небольшое нужен двигатель обязательно с возможностью обратного крепления если же брать моторы коптерной серии у которых адаптер винта только со стороны ротора с обратной стороны вал выдвинуть невозможно такой мотор сюда к сожалению не подойдет но сейчас начинаем к этой рамке приклеивать шпангоуты здесь как видите первый шпангоут это моторама ее будем ставить в последний момент 2 одинарный 3 4 и сдвоенные 5 6 тоже сдвоенные и 7 шпангоут одинарный 2 шпангоут разделен на четыре секции они маленькие но все детали пронумерованы поэтому проблем со сборкой быть не должно все они идут по порядку нумерация есть в том числе и на продольных элементах каркаса модели в частности по носовой секции шпангоуты размечены на боковых стенках обратите внимание на 3 4 шпангоуты 3 шпангоут также разделен на две части верхнюю мы пока откладываем ее мы будем ставить уже при установке боковых стенок а вот нижнюю часть сразу же приклеиваем четвертому шпангоуту ориентируясь на нижний шип клей здесь можно подсушить разделив детали а можно просто промазать шипы промазать шпангоуты поставить на рамку так как вырез в ней сделан достаточно плотный шпангоуты будут держаться без просушки порядок сборки не нарушаем 3 шпангоут вперед смотрит вернее его нижняя половинка четвертый соответственно смещен назад пятый и шестой шпангоуты также склеиваем сразу вместе пятый более крупный он формирует воздухозаборник шестой соответственно поменьше шпангоуты достаточно крупные и их я советую подсушить если маленькая деталь 3 шпангоута особой погоды не сделает даже если слегка съедет вот здесь уже разница будет заметно пока промажем седьмой шпангоут подготовим его здесь тоже сейчас перенесу пока клей вклеивать буду чуть позже тоже пускай маленько подсыхает пятый шестой шпангоуты соединяем вместе верхняя их часть так вот если смотреть она одинаковая отличается только низ так что ориентируемся наверх на шипы в первую очередь на пазы под стрингер все аккуратно совмещаем и прижимаем сильно сушить клей здесь и не стоит чуть-чуть маленько его подержали чтобы шпангоуты не болтались и этого достаточно тоже не забывайте про нумерацию шестой более маленький шпангоут смотрит назад но 4 5 формируют у нас нижний воздухозаборник тоже характерная борода 87 юнкерса одна из узнаваемых деталей этого самолета сейчас ставим 7 шпангоут и вот у нас основа можно сказать сформирована теперь чтобы шпангоуты не отклонялись можно установить переднюю часть нижнего стрингера он тоже разделен на несколько сегментов самый передний уголочек его вклеиваем соответственно между вторыми третьим шпангоутами посадочные места здесь достаточно четко определены промахнуться сложно средняя секция шпангоута ставится в районе воздухозаборника кстати тоже обратите внимание что детали не симметричные скос вниз идет к носу и соответственно шипы разные высоты задом наперед в эту деталь не поставить она просто не войдет у вас положенное место таким вот образом элемент стрингера устанавливается кстати в дальнейшем часть этого стрингера и шпангоутов тоже будет вырезаться сделаем вполне рабочий воздухозаборник и есть задумка реализовать сирену на этой модели но не делать ее в виде вертушек на стойках шасси разместить как раз вот в этом тоннеле воздухозаборника многие наверное помнят в детстве были такие свистульки виде небольшой турбинки вот что-то подобное мы попробуем установить на эту модель в горизонтальном полете думаю что набегающий поток будет не настолько сильным чтобы она раскрутилась а вот в пикировании когда скорость модель будет набирать достаточно высокую вполне возможно какой-то звук от этой сирены мы услышим ну и задняя часть стрингера соответственно тоже отдельным элементом здесь здесь вот этот участок выреза под крыло промазывать клеем не надо вообще под крыло здесь придется делать вырез уже после обшивки модели это в самой обшивке вырезает заложен будет изначально здесь аккуратно совмещаем пазы стыкуем детали это конечно не длинные боковые стрингеры такие элементы устанавливать достаточно просто все детали стрингера поплотнее поджимаем чтобы шпангоута у вас стояли параллельно без наклонов ну и сейчас нам нужно будет установить боковые стенки пока промазываем шипы на шпангоутах и как вы помните четвертому шпангоута должен приклеиваться еще третий но его будем ставить после того как обе стенки встанут на место ну или так скажем почти на место поэтому здесь говорю порядок сборки довольно хитрый так что перед началом сборки внимательно посмотрите наши видео уроки что в какой последовательности приклеивается потому что иначе сборка может у вас и не пойти ну и также под стенки под нижнюю их кромку наносим клей чтобы полик батарейного отсека со стенками склеился и устанавливаем эти детали задний шпангоут я сразу шип насаживаю как положено промежуточный только намечаю а вот третий-четвертый шпангоут и остаются пока в воздухе уже самое для второй стенки и вот теперь берем третий шпангоут и боковые вот такие лепестки промазываем клеем верхнюю часть проклеивать не надо потому что дальше уже идет крышка батарейного отсека и верхняя часть 4 шпангоута здесь приклеиваться не будет заводим третий шпангоут на место ориентируясь по шипам приклеиваем его четвертому также наносим клей на третий шпангоут на шип и вот теперь стеночки ставим на место вот такая конструкция у вас должна получиться вклеиваем в боковые части 2 шпангоута верх-низ этих деталей не путаем ориентируемся по нумерации цифра 2 должна быть в нормальном вертикальном положении здесь есть небольшая разница в длине вот этих участков поэтому эти полушпангоуты тоже несимметричные хотя на первый взгляд может показаться что это и не так и неправильно поставив на первый взгляд в эту ошибку можете не заметить сейчас ставим на место мотораму не забыв прикрыть стол приклеивать ее будем на циклин чтобы склейка прошла побыстрее тоже ставится она в одном положении чтобы надписи нормально читались не были перевернутыми размеры шипов тоже подогнаны таким образом что вертик перевернутая вы мотораму не поставить есть три шипа на полике и на боковых стенках выравниваем мотораму по торцу деталей в этой модели выкоса моторамы изначально не заложено не стали усложнять и так непростую схему лучше просто подложить шайбочку под двигатель и сделать выкос при необходимости таким способом наношу клей на шипы самое главное здесь пальцы не приклеить поэтому много клея сразу лить не надо также проклеиваю шип полика это три основные точки крепления мотора благо они сделаны из фанеры и прочность этих соединений достаточно хорошая получается все соединения основательно проливаем клеем так чтобы даже с учетом впитывания в древесину клея хватало на нормальную склейку и закрепляем все активатором все циокри нам сегодня больше не понадобится но на этот каркас мы устанавливаем восьмой стыковочный шпангоут промазываем шипы фанерных деталях также нижнюю часть стрингера вот здесь как видите выступ небольшой есть но он короткий то есть вот этот стрингер будет заходить примерно на половину толщины шпангоута и сзади к нему будет пристыковываться задняя секция вертикального стрингера устанавливаем на место основные у нас ориентир это фанерные детали их просто плотно прижимаем и здесь не желательно просушить чтобы детали держались сразу ну а пока подсыхает клей собираем детали для крышки батарейного отсека она здесь тоже будет достаточно хитрая и на стадии сборки будет являться верхней частью вертикального стрингера ну а потом после обшивки часть вот отрезаться и вот эта секция задняя пойдет в виде самой крышки а передняя останется на модели заготовку при необходимости подравниваем бывает что пенопласт уводит и начинаем с вклейки шпангоутов второй шпангоут сразу клеем к этому стрингеру третий шпангоут у нас остался на каркасе но есть четвертый полушпангоут и его лучше для для удобства приклеить к основанию крышки основание поворачиваем плотной лицевой стороной плитки вниз на видное место но верхнюю сторону будем еще обрабатывать и оттачивать контуром шпангоутов так что ее оставляем сверху под под зашивку так полушпангоут закрепили кстати пенопласт тоже как видите изогнутый поэтому нужно вот его маленечко расправить бывает когда лист лежит скажем рядом с батареей при нагреве неравномерным его коробит пятый шестой полушпангоуты также склеиваем вместе их чуть-чуть подсушиваем но тем временем пора приклеивать восьмой шпангоут на носовую секцию аккуратно внимательно чтобы никаких перекосов не допускать должно вклеится максимально ровно прижали и пусть в таком виде постоит посохнет уже продолжаем собирать крышку пока сдвоенный шпангоут сохнет промазываем следующее здесь ничего не мешает их ставить сразу и 8 его тоже желательно плотной лицевой стороной плитки повернуть назад на видимую область и подклеиваем его к заднему торцу основания тоже клей маленько стоит подсушить у нас есть время склеить сдвоенные шпангоуты не кстати одинаковые эти верхние части 5 6 шпангоута поэтому какого-то определенного смысла следить за нумерацией здесь нет же ставим на место здесь удержится за счет паза здесь клей немножко подсох и задний полушпангоут приклеиваем ну и перед установкой крышки пока клей будет немножко подсыхать устанавливаем основание крышки боковые вот эти полосочки площадь приклейки при необходимости подравниваем задний торец на этих деталях изначально думали сделать шипы чтобы фанерные рамки они входили и уже гарантированно держали эти стеночки но решили все же упростить опять же для тех кто выпиливает все вручную лобзиком все эти пазы все эти шипы вырезать очень сложно если у окна облегчения прорезать все-таки необходимо чтобы снизить вес то все такие мелкие детали решили все таки отсюда убрать и так модель не не самая простая так что просто приклеиваем в накладку но площадь приклейки здесь большая так что после высыхания клея держаться эти детали будут очень надежно тем более что большой нагрузки на них на самом деле нет это просто основание крышки которые закрывают пространство между обшивкой и фанерными деталями площадки на шпангоутах тоже подмазываем в накладку прикладываем уголки выравниваем по фанерным деталям на вторую сторону аналогично видите эти детали спокойно держится даже на свежем клее куда они отсюда не уйдут тем более сейчас мы эти уголочки прижмем крышкой под стрингер наносим клей есть удобнее промазать на самой крышке ошибок на стрингере и не забываем что надо будет также проклеить уголки второго шпангоута который будет прилегать фанерные детали и самый край это участок будет входить в паз на моторане ставим крышку на место и закрепляем ее стрингером самое главное здесь точно попасть во все шипы во все вырезы ничего не сломать в процессе установки стрингер дожимаем до упора как видите он соединяет у нас и 3 4 шпангоуты сами шпангоуты не склеены как раз в этом месте вот крышка разрезаться верхняя часть второго шпангоута прихватывается к фанерным стенкам вот у нас такая конструкция с вами получилось на нос юнкерс это уже немножко походит хотя конечно без обшивки еще сказать что-то сложно вот такой у нас каркас носовой секции получился его оставляем на просушку и следующим этапом будем переходить уже к хвостовой секции но это будет в следующей части как видите модель не простая даже каркас фюзеля же этот пришлось разделять на две половины на два видео но что не делается все к лучшему к следующему разу нас носовая секция уже хорошенько просохнет и когда будем пристыковывать к ней хвостовую часть уже никаких проблем не возникнет но на сегодня все все кто долго ждал юнкерса на нашем канале не забывайте ставить лайки подписывайтесь на канал заходите в наши социальные сети не забывайте про форум будьте его активными участниками ну и конечно же с нетерпением ждем продолжение собираем ю-87 он же штуках он же лаптежник прозвища у него было много а я с вами прощаюсь будьте с нами смотрите нас до свидания подписывайтесь на наш канал ставьте лайки оставляйте комментарии и ждите новых видео до встречи играем по взрослому